Положим, вы пересекаете океан и достигаете берегов Азии. Но что там делать испанцам? Торговать, ваше преосвященство. По свидетельству Марка Пола, Китайское царство есть богатейшее в мире. Даже простые лачуги там крыты листами золота. Значит, вот что вас интересует, золото? Нет. Я принесу этим людям Слово Божье и сделаю их отданными Кастильи и Арагона. Испания будет не просто лишь королевство, но станет империей. Если бог расположил Азию так уж близко, то почему он так долго ждал только вас, дабы открыть ее миру? Так выбрал же он сына плотника, дабы явить миру себя. Так вы считаете себя избранником Божиим? Первая загадка таинственного Христофора Колумба – его день рождения. Выяснить точную дату историкам так и не удалось. Считается, что он появился на свет между 26 августа и 31 октября 1451 года. С местом рождения тоже не все гладко. Разные исследователи называли мореплавателя и грехом, и шотландцем, и даже норвежцем. По одной из версий, он был внебрачным сыном испанского принца Вианского. И чтобы скрыть это, выдавал себя за простолюдина. По другой, родился в Португалии. И верой и правдой служил этой стране. Его задачи якобы было не допустить, чтобы испанцы открыли новые торговые пути. Называли даже настоящее португальское имя Колумба – Сальвадор Фернандо Зарко. Но впоследствии эту теорию опровергли. В конце концов, большинство историков сошлись на том, что мореплаватель родился в Генуе, а значит, был итальянцем. С именем Колумба тоже не все так просто. Это мы называем его Колумб. На самом деле, точно его называются, это Колон. Крестобаль, Колон, вообще Колон. Вот уже в Америке его называют Коламбас. Историки обратили внимание на то, что в 15 веке в Италии жил однофамилец, а может и родственник мореплавателя Джозеф Колон. И был он раввином. А отец Христофора ткал и торговал сукном. В то время этим в основном занимались евреи. Так появилась версия, что Колумб был мараном. То есть евреем, который принял христианство, но втайне продолжал исповедовать веру отцов. В пользу этой теории говорит то, что мореплаватель знал иврит. И когда писал своему сыну Диего, делал на этом языке пометки в углу листа. В переводе на испанский они означали «Да поможет тебе Бог». Есть в посланиях Колумба и другие загадки. Если он был итальянцем, почему никогда не писал на этом языке? По почерку и словарному запасу мореплавателя вполне можно было принять за коренного каталонца, то есть испанца, причем очень эрудированного. Но о том, где именно он получил образование, историки спорят до сих пор. Одни говорят, что он окончил университет в итальянской Павии, другие, что был талантливым самоучкой. На первый взгляд непонятно и то, почему Колумб надеялся найти путь в Индию на западе. Но этому есть объяснение. В то время считалось, что существует только три континента – Европа, Азия и Африка. О точных размерах планеты никто не знал. Я верю, что индусы живут не далее, чем в 750 лигах за Канарскими островами. А что ты это взял? Так считали Тосканелли, Марины, Стира, Эздра, Эздра евреи. Христос тоже. Прошло две минуты, а ты уже еретик. Вплоть до начала XVIII века на картах изображение расстояния было совершенно другие. Вот эти меркартовские карты – это уже в дальнейшем вот эта вот сетка координат. А здесь мы видим, например, на многих картах, даже на западных картах, если мы посмотрим, Япония очень близко располагалась от Америки. Казалось, что это Япония, и до Америки там всего лишь там, ну, можно на лодке доплыть. Хотя расчеты были неверными, экспедиция все же состоялась. Большинство ученых сошлись на том, что Колумб отправился в свое плавание 3 августа 1492 года. Но и здесь единого мнения нет. Например, итальянский писатель Руджеро Марино считает, что Америку он открыл на 7 лет раньше. Во-первых, запись об этом с указанием года, правда, по исламскому календарю, есть на знаменитой карте турецкого адмирала Перерейса. Во-вторых, на могильной плите Папы Римского Иннокентия VIII есть надпись его время прославилось открытием нового мира. Но умер он, когда Колумб только собирался в Америку. Существует и легенда о валчности мореплавателя. Королева Изабелла пообещала награду тому, кто первым увидит сушу. Этот канджол я дарю первому, кто увидит Землю. И 10 тысяч в год до конца жизни. Не слезать с Марса день и ночь. Первым Землю якобы заметил один из матросов. Но когда он попытался получить награду, Колумб сказал, что это он разглядел сушу. И все деньги достались ему. Причалив к берегу, мореплаватель сразу установил Кастильское знамя. Милостью Божией. И именем милостивых государей. Кастилья и Арагон. И властью возложенной на меня объявляет Землю сию Испанской, нарекая именем Сан-Сальвадор. Где именно высадился Колумб, ученые до сих пор не знают. Вероятно, это был один из Багамских островов. Но мореплаватель считал, что открыл Западную Индию. Потому туземцев стал называть индейцами. После было еще три экспедиции. Колумб говорил, что теперь ищет Японию. Но был ли он на самом деле уверен, что достиг Азии? Ну, сейчас вот такая мифологема, я бы сказал, что Колумб думал, да, он уже первый, конечно, путешествует, да, он думал, что он достиг Индии. Но в дальнейшем он уже в этом сомневался. Вот точных документов, которые бы говорили о том, что он был до конца, даже во время четвертого плавания, был уверен о том, что он открыл и думал, что это Индия. Таких документов пока мы в процессе, скажем так, находок. Неизвестно даже, как выглядел Колумб. Нет ни одного его прижизненного портрета. Судя по описаниям современников, он был высоким с орлиным носом и серыми глазами. Тайной окутана даже смерть путешественника. Считается, что он скончался в испанском городе Вальедолит и сначала был похоронен там. Потом его прах перевезли в Севилью. Но император Карл V решил исполнить предсмертное желание Колумба и похоронить его в новом свете, в Санто-Доминго. Позже прах побывал на Кубе, а в XIX веке снова оказался в Севилье. Но во время реставрации кафедрального собора Санто-Доминго обнаружили ящичек с костями, на котором было написано, что они принадлежат Колумбу. Пока одни ученые пытаются выяснить, где похоронен мореплаватель, другие считают, что умер он вовсе не в Испании. Якобы Колумб распродал все свое имущество, отправился в последнюю, пятую экспедицию и больше никогда не возвращался в Европу.